Ну что ж, теперь еще и Минюст. Очередная крупная рыба, которую в мутной воде украинской коррупции пытаются поймать детективы НАБУ. По официальной версии обвинителей, все выглядит красиво. Должности высокие, деньги большие, схемы серьезные. Но в Минюсте говорят, что обвинения не просто надуманные. Чиновники обвиняют детективов даже в срыве международных судов против России. А что на самом деле? И для кого это расследование может закончиться плохо? Для Минюста или все-таки для НАБУ? Инна Томина изучила все факты. Скандал между НАБУ и Минюстом набирает обороты. Уже неделю ведомство обменивается серьезными обвинениями. Чиновник Каф-министерства возмутил внезапный обыск детективов бюро. Жалоба уже полетела в Генпрокуратуру. В НАБУ подтвердили два обыска и уточнили. Действовали быстро, ждать было некогда, так как документы могли уничтожить. В мусорной корзине, в министерстве, а также дома у сотрудницы найдены вещдоки по уголовному делу. А доказательства нужны по делу о давнем споре между компаниями «Золотой Мандарин» и «Киевэнерго». Еще в 2000-х первая передала второе на хранение мазут, который впоследствии «Киевэнерго» отказалась вернуть. Компания пожаловалась в Европейский суд по правам человека. Там приняли решение о компенсации. И два года назад Украина выплатила «Золотому Мандарину» деньги из госбюджета. Но в НАБУ сомневаются в законности. В указанном криминальном проведении, наследками, есть возможная незаконная расплата суммы более 54 миллиона гривен. За беспосереднюю участие служебных осіб Министерства юстиции Украины. В Минюсте парируют, а не только выполняют решение Европейского суда. И не секрет, что там с каждым годом дел против Украины все больше. На сегодняшний день мы уже знаем, что из 18 тысяч исков, которые находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, примерно четверть, даже больше четверти, они от граждан Украины. Поэтому тот суд, который проиграла Украина в ЕСПЧ по этим 12 тысячам искам, это еще небольшая доля того, что последует, какие иски последуют дальше. Вот только абсолютное большинство компенсации от государства ушло не людям, а большим компаниям. Под предлогом выполнений решений ЕСПЧ Минюст перечислил огромные суммы не только «Золотому мандарину», но и другим фирмам, утверждают общественные активисты. Весь корень конфликта между Минюстом полягает в том, что схемы распределения бюджетных денег за решениями европейских юрисдикций залишились в Минюсте еще с часов Майдана. То есть до Майдана свои компании фактически отримывали от шкодования, там за какие-то бонусы. И после Майдана эта схема залишилась. За последние три года тем, кто выиграл суды в ЕСПЧ, Украина компенсировала полтора миллиарда гривен. Но, как оказалось, Минюст даже не ведет общего учета, кому перечисляли государственные деньги. Закон не обязывает. На запросы отвечает довольно оригинально. На сайте министерства все же отчитались, но лишь по общим суммам. Там пишут, что в 2014 заплатили по долгам почти 170 миллионов гривен. В 2015-м 640, в 2016-м чуть меньше. А в этом году все еще впереди. Поэтому вполне понятно, что чиновникам очень не нравится внимание на БУК к таким выплатам по схеме обналички под предлогом соблюдения прав человека. Инна Томина, Павел Лысенко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну а если говорить не о чиновниках, а обо всем нашем обществе, то есть один факт, который, ну, очень не нравится. Причем, наверное, сразу всем, кроме разве что самих коррупционеров. Обвинений со стороны НАБУ уже сотни против самых разных должностных лиц. Вот только приговоров при этом единицы. Вдумайтесь в эту статистику. За два года деятельности детективы бюро расследовали около 500 дел и отправили в суды около сотни обвинительных актов. А сколько приговоров получили? Всего лишь 18. Конечно, это не идет ни в какое сравнение со статистикой той же генпрокуратуры. Там счет идет на тысячи завершенных расследований и тысячи приговоров. Но и в НАБУ, и в генпрокуратуре объясняют ситуацию одинаково. Мол, дела тормозятся в судах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!